итак мы начинаем добрый вечер дорогие друзья я рада видеть много людей на подключении добрый вечер всем кто будет смотреть записи мы сегодня продолжим наш цикл по дубликации который состоит из восьми тем перед этим я хочу сказать что если у вас хорошо видно то вы видите у меня за спиной воздушные шарики с нашим логотипом это остались после мероприятия балтийская встреча в юрмале была у нас мне очень хотелось бы рассказать об этом побольше встреча прошла очень хорошо она была такая живая она была такая радостная люди настолько рады были после долгого сидения дома рады были увидеть друг друга можно сказать визжали обнимались то есть очень очень приятно прям искры летели в все стороны такие были хорошие положительные эмоции узнали очень много нового поэтому мы сейчас мы запустили такой марафон даже нет наверное эстафету по регионам и очень рекомендуем всем кто если есть лидеры сейчас нас смотрят подключайтесь и проводите большие мероприятия мы вам поможем призывы приглашайте членов правления кто сможет приедет потому что это очень нужно очень нужно живое общение людям люди действительно очень соскучились и всплеск в регионе тоже происходит это очень чувствуется мы вот эти несколько дней прям всем помогаем и регистрируем новых людей и открывают люди новые пакеты просто потому что после таких хороших новостей люди понимают что мы на финишной прямой что действительно сейчас нужно использовать каждую возможность еще если учесть что у нас происходит очень сильная инфляция и деньги у кого в банке у кого дома на полочке они обесцениваются их становится меньше и мы это все понимаем поэтому тоже поразмыслив понимаешь что наверное лучше их вложить в дело чтобы деньги работали чем чтобы они просто лежали но это конечно принимает решение каждый сам просто то что происходит в мире то что происходит вообще с мировой экономикой это немножечко тревожит и так сегодняшний вебинар будет в таком красивом оформлении в таком красивом окружении я не смогла их оставить там в зале я подумала пусть они у меня все сдуются дома но я каждое утро открываю глаза и вижу эту красоту и в первую очередь что меня посещает улыбку потому что я вспоминаю сколько эмоций было там на вечере и так вернемся к нашей к нашей дубликации если есть новенькие люди которые сейчас смотрят я представлюсь меня зовут федорова любовь я эксперт спикер компании свц и сегодня мы поговорим о шестой теме шестая тема звучит как презентация с учетом психотипов людей то есть мы поговорим о психотипах но мне захотелось сегодня немножечко переименовать и назвать эту тему секреты успешной презентации для потенциальных партнеров то есть как же делать презентацию что учитывать какие есть небольшие хитрости которые помогут нам с первого раза скажем так достучаться до партнера рассказать зацепить итак мы поговорим о стилях поведения людей какие бывают стихотипы буквально два слова об основном побуждающим факторе потому что эта тема у нас была на прошлом вебинаре достаточно широко освещена на что мы делаем акценты в презентациях как раз учитывая психотип и побуждающий фактор человека и какие не допускать ошибки в общении с этими людьми на что нужно обязательно обращать внимание и так людей можно разделить на четыре стиля четыре стиля поведения у людей есть либо на четыре психотипа это командиры звезды гуманисты и аналитики их даже на разных схемах на разных диаграммах может быть на рисунках их обозначают четырьмя цветами командиры красные звезды желтые гуманисты зеленые и аналитики или дипломаты голубые или синие данную поведенческую типологию людей разработала разработала европейская федерация коучей изучая вот психологию людей и так то такие командиры командиры это люди которые ориентированы на результат для них очень важно вот они знают цель они знают чего хотят они быстро ставят цель они быстро решают задачи они быстро соображают то есть это люди которые привыкли к четкости у них и достаточно высокие стандарты высокие очень требования для них должна быть во всем точность и четкость для них должна быть мотивация то есть это должно быть выгодно и прибыльно тогда этот вопрос командир будет рассматривать вот гарантия надежности комфорт и качество если это начальник то ему нужны достаточно он любит во всяком случае подчиненных или людей в своей команде достаточно подготовленных компетентных с высоким уровнем знаний но в данной области то есть у них даже жесты такие как у начальника или может быть знаете это старый тип начальника который отдает команды и вот так вот у них такие указательные жесты да вот это делай вот это не делай вот это делает не достаточно активная такая жестикуляция вот потому что у них много есть я бы сказала эмоции но эти эмоции они направлены на то чтобы был порядок понимаете то есть вот командирский голос их недавно недаром называют командирами их ассоциируют с командирами на как воинской части который допустим там отдают приказы вот из них очень хорошие руководители получаются такой человек может даже иногда перебивать вас если вы начинаете ему что-то рассказывать он настолько быстро схватывает что он может говорить так дальше 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 хорошо здесь я понял дальше то есть не трать время до звезды это люди такие положительные открытые для них очень важны атрибуты статуса требуется успеха они хотят быть в центре внимания это значит такой человек праздник они позитивные достаточно легкие им присущи театрализм какой-то да они может быть какую-то ситуацию может могут так раздуть прям вот целое представление из этого сделать может ему надо чтобы на него обращали внимание они даже могут провокации какие-то устраивать опять-таки для того чтобы на них обратили внимание так как наши звезды шоу-бизнеса любят когда про них забывают немножечко перестают о них писать они там какой-нибудь как выкинут какой-то фортель что все таки оба на что это было что это такое да но зато все заговорили вот удивил чем-то звезды надо сказать достаточно обидчивые люди и они очень могут обидится если их критиковать они вот вот не держит их не терпят критики да они хотят быть всегда с кем-то почему им нужно это внимание почему им нужно это окружение потому что они очень боятся остаться в одиночке тогда зрителей не будет тогда не будет людей которые будут ими восхищаться делать им комплименты понимать вот это для звезды очень важно поэтому когда мы общаемся со звездой мы ее быстро прочитываем и конечно классно когда мы комплимент сделаем искренне да вот мы подметим что-то у человека что мы озвучим да сделаем какой-то комплимент для звезды это очень важно у них тоже могут быть жестикуляция достаточно такая яркая но она такая театральная знаете если командир вот так вот так раз 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 все вот то звезда будет так театрально он посмотри вот посмотрите какой у меня красивый шарф сегодня правда он не так идет вообще такой нежный цвет правда вот вот это вот звезда если вы не заметите этот шарф ничего никакого комплимента по поводу шарфа не сделайте то звезда вам обязательно ну покажет что неужели ты не видишь как они красивый шарф или там эти звезды стразы вот так я посмотрела все ли хорошо у нас трансляции хорошо и так гуманисты кто такие гуманисты это люди которые ориентированы на отношения им очень важно какое впечатление не производят на других людей им очень важно мнение и оценка других людей потому что они себя посещают заботе о ком-то поддерживать кого-то и и поэтому когда они о ком-то заботятся конечно им тоже хочется чтобы о них заботились для них это тоже очень важно но они все равно себя не ставят на первое место если звезда это все центр вселенной это я вот я звезда то гуманиста наоборот люди которые вокруг они важны им должно быть хорошо должно быть комфортно если я что-то делаю я не должен какие-то неудобства для этих людей представлять то есть вот это вот гуманист они достаточно такие терпеливые они будут подвергать все сомнению для того чтобы еще раз прокрутить проанализировать правильно ли они поступают не будет ли кому-то от этого плохо поэтому вот это вот сомнение у них тоже очень ярко выраженная позиция извинения в связи с этим также они будут делать все медленно и плавно для того чтобы в этом процессе успевать подумать об окружающих и о том как будут видеть его поступок как будут его видеть в этом поступке в этой деятельности для них важно чтобы все было абсолютно правильно честно справедливо они достаточно творческие и трудолюбивые люди это кстати очень хорошие люди и к нам в проект я вам скажу что очень много приходит гуманистов которые готовы поддерживать анатолия дуардовича его деятельность его цель помогать осуществить его мечту потому что это все направлено на благо планеты на благо людей на благо всего живого что есть на этой земле поэтому для гуманистов наш проект очень очень подходит они себя очень хорошо в нем чувствуют дипломаты это люди которые будут анализировать сопоставлять разбирать все по винтику по косточкам по циферкам они будут собирать мелкие факты и будут задавать много вопросов когда мы с ними вот идем на беседу потому что для них важна система и порядок для них важно точность если что-то они делают они должны контролировать не только всю ситуацию но и вот весь процесс каждый шаг в этом процессе должен быть по их мнению сделан правильно четко точно и абсолютно аргументированно да поэтому они будут требовать от нас большой конкретики если мы с ними будем разговаривать нам нужно понимать что мы можем получить очень много мелких вопросов дипломаты видят риски аналитики да они видят риски они сразу первые вопросы это будут о рисках поэтому нужно наверное запастись какими-то доказатель доказательства какой-то доказательной базы для того чтобы разговаривать с аналитиком но и они ориентированы на дело да они любят процесс который происходит им нравится вот этот весь процесс процесс выполнения процесс раскладывания процесс изучения вот это наши такие аналитики ну отсюда даже само название говорит само за себя вот и даже сейчас когда я вот рассказала буквально просто характеристику кто-то из вас уже может сказать что ну либо о себе либо о своих близких что да я наверное аналитик ну то есть наверное себя можете уже узнать если если можете узнать можете в чат поставить какие-нибудь плюсики то есть если вы действительно уже кого-то узнаете просто по описанию дальше вот мы контактируем с этим человеком мы должны понимать что первый контакт с человеком это создание доверия только когда у нас произойдет между нами такой connect можно сказать только тогда у нас будет доверие нас будут слушать и дальше то что мы будем говорить наша тема будет интересно всегда говорю что при первом контакте при первой встрече то есть первый контакт мы можем называть не только вот этот визуальный контакт первые там полторы минуты да чтобы человек мог мнение о нас сложить но в данном случае первый контакт это наша первая встреча это наша первая беседа когда мы уже пытаемся понять кто перед нами чтобы знать как выстраивать эту беседу но в то же время с нашей стороны обязательно нужно помнить что если мы пригласили человека на встречу тогда мы с ним первым заговариваем мы первые представляемся кто я что я и почему я тебя позвал для откуда у меня твои данные то есть мне ваш вас рекомендовали там как эксперта или мне ваш номер телефона дали хочу назначить встречу да то есть мы всегда представляемся и что мы говорим о проекте чем мы занимаемся не нельзя говорить об ну вы понимаете да об каких-то акциях о каких-то продажах ничего мы говорим что мы занимаемся стартапами которые приносят долгосрочную прибыль мы говорим о том что мы поддерживаем технологию либо мы поддерживаем проект и рассказываем об этом проекте не нужно давить человек поймите что о том поддержать проект или нет быть с нами в команде или нет человек должен принять решение сам и ни в коем случае никакого давления никогда и ни на кого не нужно оказывать да мы несем добро мы несем благо мы помогаем человеку который занимается очень благим делом и поэтому это благо не должно быть злым навязанным тяжелым да то есть решение люди принимают сами и поверьте они принимают с легкостью с большой легкостью принимать решение если мы делаем правильный подход также на первом контакте обязательно для создания доверия на создание доверия очень влияет корпоративный стиль то есть если мы пришли на первую встречу на которой мы уже будем говорить о технологии на которой мы будем делать приглашение в бизнес то обязательно нужен корпоративный стиль если вы случайно встретились на пляже и разговорились и рассказываете чем вы занимаетесь но это совсем другое если встреча была назначена значит это деловой стиль одежды это возможно какие-то там ручка блокнот с нашим логотипом то есть это будет все только работать в плюс говорить о том что вы профессионал и знаете что делаете да значит при первом контакте что нужно делать с командиром говорить легко четко коротко и конкретно учитывая его характеристику со звездой улыбаться быть искренним быть заинтересованным сделать комплимент принимать свободные позы если вы пригласили угостите его чашечкой кофе если ну вот вы пригласили на встречу звезда любит внимание поэтому дайте ему эту капельку внимания с гуманиста мы обязательно проявляем интерес поддержку и заботу но вот какая может быть поддержка и забота при первом контакте условно говоря да но спросите хорошо ли он доехал все ли в порядке было в дороге если это лето не хочет ли он пить может быть водички может быть еще что нибудь маленькое маленькое внимание маленькая маленькая забота все она делает теплым вашу дальнейшую течение вашей встречи ну естественно нужно быть обязательно искренним не нужно одевать какую-то маску сами понимаете вообще в любом случае когда мы общаемся с людьми нужно быть искренними нужно быть честными с дипломатом показываем интерес экспертность и побольше деталей чего не нужно делать с командиром нельзя манипулировать показывать некомпетентность быть нечестным как я говорю что если мы командирую предлагаем вкусную конфету и мы знаем что эта конфета вкусная потому что на сегодняшний день эта конфета действительно очень вкусная то не нужно еще самим придумывать там какую-то золотистую обертку и еще что-то там приукрашать в нашем случае может быть нам хотелось еще пять лет назад выдавать желаемое за действительное да чтобы нам поверили нам хотелось все приукрасить сейчас нам не нужно приукрашать потому что если вы изучите технологию если вы изучите все наши достижения то у вас на встрече времени не хватит перечислять сколько трасс сколько подвижного состава что где сертифицировано как проходила стройка то есть у нас много вкусных конфет так скажем вот со звездой нельзя быть не искренним нельзя критиковать нельзя спорить и со звездой нельзя выглядеть неопрятно потому что этот человек модник это человек который будет весь натертый на у него все будет блестеть у него все будет красивая беленькая накрахмаленная то есть человек будет ну одет с иголочки пусть это будет его какой-то особенный стиль да но этот человек много времени тратит на то чтобы выглядеть очень красиво и стильно и естественно если вы не будете на него похожи вот в плане вот этой вот опрятности да то ему это может не понравиться с гуманистом нельзя быстро говорить нельзя его не слушать и нельзя торопить с решением и навязывать свое мнение потому что гуманист должен плавно и медленно каждую мысль пропустите через какие-то там свои механизмы как я уже говорила и понять что вот от этого будет пользы много вреда никакого да и ему нужно на это время поэтому мы его не торопим мы говорим спокойно как мы в навыках коммуникации когда была у нас такая такой вебинар помните я говорила что если человек говорит быстро то он и воспринимает все быстро поэтому нужно научиться говорить быстро и четко это с командиром если человек сам по себе разговаривает медленно размеренно неважно о чем он говорит то то значит он и воспринимает также медленно значит мы должны замедлить темп своей речи для того чтобы нас услышали потому что иначе мы можем говорить таратурить рассказывать рассказывать уповаться с собой как я хорошо все излагаю я никаких запиночек нигде не делаю а человек сидит просто и понимает он уже ниточку давным-давно потерял о чем вы тут распинаетесь я не знаю и мне уже вообще не интересно и я уже жду когда ты закончишь потому что я хочу идти домой особенно если эта женщина у нее есть дети она думает боже мне надо еще суп сварить детям не надо там еще погладить что-нибудь какую-то там не знаю одежду в школу а я тут сижу и вообще даже уже не понимаю о чем речь поэтому очень важно прощупывать кто перед нами как человек с нами разговаривает и быть немножечко на него похожим для того чтобы у нас мог воспринимать и то что мы говорим тоже потому что опять таки если мы этому человеку нравимся то то что мы ему предлагаем ему тоже есть очень большая вероятность что ему это понравится а для нас это важно вот но с дипломатом нельзя преувеличивать выгоду и вот прямо на насчет этого спорить потому что как я уже сказала дипломаты видят риски они способны анализировать они способны разложить все по винтикам еще бывает так что если ты приходишь и начинаешь рассказывать дипломата да я сейчас ему тут навешиваю лапши расскажу все он еще может так обложить ну в смысле парировать какие-то там неправдивые или преувеличенные факты да скажет слушай я тут уже еще до встречи с тобой покопался я что-то нашел очень много интересных деталей поэтому давай ты мне тут не будешь рассказывать и есть вещи от которых мы можем вообще полностью разрушить доверие и это человек не захочет с нами общаться вообще больше это будет наша первая последняя встреча если с командиром мы будем льстить открыто так что будет видно это все много слов много суеты все командиру такие такой компаньон или скажем партнер не нужен ему нужен деловой партнер потому что он сам человек деловой ему такой же нужен то есть если тут пошла какая-то суета непонятно что не будет даже рассматривать больше на вторую встречу точно не придет а вот если звезде будем мы давать очень много всяких цифр будем грузить его какой-то информации лишние которые его не интересует потому что необходимо прислушиваться к людям и видеть какие темы им интересны какие интересно то звезда тоже на вторую встречу уже не пойдет с гуманистом грубость манипуляция фальшь это все больше мы с ним не будем общаться но и на дипломата если мы начнем давить вот прям окажем давление то тоже мы с ним можем больше не встретиться я думаю что такие ситуации у вас тоже бывали можете ну для себя наверное ответить не надо там в чат ничего писать были ли у вас такие ситуации когда после первого контакта вам больше не хотелось общаться с этим человеком я думаю если подумать каждый может вспомнить какого-то человека который не понравился при первой встрече по разным причинам именно потому что мы все разные по разным причинам да но и нам больше не хочется с ним видеться это это абсолютно тоже нормально вот итак переходим к презентации проекта что мы можем подчеркнуть что мы можем выделить презентации когда перед нами сидит тот или иной тип психики что ценят командиры для них важно качество чтобы это было известное усовершенствованное никакое какая-то новинка которая совершенно непонятно непонятно что из этого получится непонятно как она работает да то есть здесь должны быть абсолютно доказательства высший класс но при этом обоснованно все абсолютно точное действие командир должен видеть финансовую мотивацию для него выгодно значит прибыльно все если он видит что это прибыльно тогда он будет рассматривать это предложение вот престиж высокие стандартные и естественно комфорт то есть у нас пожалуйста по этим требованиям полно всего то есть мы можем рассказать командиру о статусах карьерных возможностях то есть для командира важно чтобы у него был карьерный рост для них это важно поэтому когда мы говорим о статусах и что дают эти статусы командиру прям подробно подробно он может даже задавать нам вопросы по этому поводу его могут интерес и интересовать такие вещи вот вы допустим ему решили о технологии рассказать там приготовили уже такой рассказ а он вас спрашивает а что дает мастера что дает лидер а что дает эксперт а чем выгоднее как быстро можно достичь понимаете потому что ему важно если вы расскажете больше акцента можно на это делать что статус это команда это люди которые на него равняются это люди которые могут работать в команде что дойдя там до определенного статуса допустим до эксперта можно получить работу в компании стать штатным сотрудником компании можно быть куратором региона можно быть спикером то есть командир это важно он должен понимать какой здесь есть рост чего можно добиться а не просто как сетевики больше продал больше заработал все для у нас немножечко другая ситуация для командира важно рассказать об этапах строительства причем опять этапы строительства с каким акцентом на то что на каждом этапе ставилась определенная цель потому что для командира это важно цель действие результат ставилась цель мы ее достигали потом переходили на следующий этап это важно командиру испытательные площадки то есть доказательства где можно увидеть потрогать пощупать на сегодняшний день это еще и прокатиться что у нас на ютубе происходит это можно прокатиться как раз вот в этом комфортном салоне посидеть посмотреть насколько там здорово насколько там удобно что там и кондиционирование и безопасность да то есть прям показать это все это все можно увидеть уже поэтому командиру мы это все рассказываем где это можно увидеть при этом опять таки командиру когда мы говорим что можно пройти какие-то этапы приехать получив какой-то ну поощрение приехать и даже бесплатно там победе в каком-то конкурсе да то ну возможно кого-то из командиров это даже заинтересует потому что это тоже своего рода цель да я хочу там побывать да я этого добьюсь но больше это нравится звездам когда мы говорим вот если вы поработаете вы добьетесь успеха бесплатно поедете вы покатаетесь вот поэтому звездам это важно для них нужна новизна для них нужны эмоции для них нужен эксклюзив причем во всем что мы транспорт говорим что это эксклюзивное инновационное новое что какие-то бонусы подарки это тоже можно заработать у тебя такое будет а у других кто этого не заработал не будет да то есть какие-то наличие специальных условий бонусов скидок то есть опять-таки мы обращаем на маркетинг внимание да и показываем что допустим мы говорим о статусах но мы говорим о наградах если для командира важно что это будет команда это будет управление какой-то команды да то для звезды статусность это за каждый статус он получает значок сначала серебряный потом золотой потом золотой с камнем то есть для него это здорово вот все блестит все классно и это будет награждение он будет в центре внимания ему будут вызывать награждать благодарить аплодировать звезде это надо это дает энергию ему эти люди когда они получают желаемые звезды они могут горы сворачивать мне кажется что вообще все люди когда их хвалят как-то ну оценивают их работу они могут горы сворачивать да но для звезды это очень важно то есть о конкурсах рассказать что можно выиграть путешествие бесплатное какое-то вот что если поехать в экотехнопарк допустим тоже марину горку или в шаржу попасть то там с юницким лично можно встретиться сфотографироваться прокатиться то есть для звезды это ради того чтобы увидеть юницкого в живую позапожать ему руку сфотографироваться и прокатиться машине звезда будет работать потому что ему это нравится что ценят гуманисты им важно чтобы был всегда контакт с продавцом чтобы это было удобно надежно чтобы это было экологично практично чтобы это было ценоустойчиво для того чтобы чтоб цена соответствовала качеству чтобы они почувствовали всегда поддержку со стороны потому что они для людей все что они делают должно быть положительным и им очень приятно когда такой же поддержку такой же контакт такой же связь у него есть и с нами с но продавцом это условно до слова продавец это когда он к нам приходит команду а потом когда он сам начинает строить команду ему как раз таки нужна поддержка поддержка и забота опять таки поэтому когда мы делаем презентацию что мы рассказываем гуманисту экологичность нашего транспорта наши все технологии безопасности важность и полезность для людей для планеты для животных для гуманиста важно чтобы так как ему очень важно что его чтобы его оценивали его поступки окружающие люди вот что они думают об этом да то когда мы ему говорим что у него будет сопричастность вот к такому огромному проекту к такому чему-то большому вот для него это важно очень важно что он делает благо да еще и в таком большом проекте да он же у нас этот проект он же как говорится от земли до космоса и это не в переносном это в прямом смысле то есть наша технология она будет везде потому что мы понимаем что это кроме транспорта это еще гумус это еще земля это еще почва это еще башни дома линейные города и выход в космос да поэтому для гуманиста здесь просто простор можно объявляю набор гуманистов делаю команду из гуманистов пожалуйста вот очень важно говорить им о выставках посмотрите полистайте сколько было у нас выставок в каких городах в каких странах какие делегации посетили может быть такие большие делегации потому что этих делегаций уже было столько что честно говоря я не знаю читать не перечитать этот список да вот то есть очень важно какое впечатление в мире производит данная технология для гуманиста это важно потому что важно что он делает какое он впечатление происходит поэтому ему также важно что то в чем он будет участвовать куда он будет вкладывать свои ресурсы время финансы тоже должно быть таким вот большим и впечатляющим и дипломаты ну понятно что они ценят надежность функциональность цена качество чтобы было соответствовать соответствовал соответствие универсальность анализ рынка то есть они все это знают это должен быть проверенный бренд либо доказанная прочность надежность данного предприятия условно говоря да эстетичность и для дипломата важно чтобы это была запланированная покупка то есть он спонтанно после первой же встречи не скажет да все я с вами так нам скажет звезда потому что ему понравится как мы ему рассказали о технологии потому что мы может быть вот так же рассказали в первый же день может принять решение командир потому что мы сказали это вот так так и так и он такой так все ясно мне понятно да когда мы делаем презентацию командиру он может нас перебивать и не дать нам вообще говорить на самом деле такое тоже бывает потому что ему все понятно он быстро схватывает и не надо обижаться хотел сказать нужно просто запастись терпением и уметь ответить на многие вопросы но здесь каждый из них может нам задавать разные вопросы поэтому терпение нужно знание нужно компетенция нужна в обязательном порядке вот но возвращаясь к дипломатам мы скажем что дипломат будет сопоставлять полностью анализировать сопоставлять все факты все за и против и после этого будет принимать решение но это решение у него уже будет такое железобетонное потому что он сам себе должен сначала все доказать вот поэтому когда мы идем на встречу с дипломатом здесь нужно ну кроме того что мы расскажем о технологии что это такое как она ездит нужно быть готовым что его могут заинтересовать сертификаты и вы не только расскажете что как у нас сертифицируется технология что рельс отдельно двери отдельно там проемы еще что-то еще что-то еще что-то вот но он скажет а где можно посмотреть вот сертификаты там допустим в электронном виде то есть мы должны понимать где это нужно искать да на сайте юницкого вот его может заинтересовать структура предприятия что где какие там потоки идут куда его технические характеристики транспорта в обязательном порядке поэтому здесь тоже следует самим покопаться вот он может даже спросить образование юницкого и скажет да почему инженер высоких высотных зданий заняло у нас там сказал транспортом да и нам нужно показать ну показатив això это не просто транспорт это инфраструктурный проект что там все и гумус и вокзалы и путевая структура и подвижные составы то есть мы же это тоже все понимаем что автомобили строения это просто автомобиль дорожное управление делает просто дороги железнодорожное управление делает только железная дорога А мы делаем все, мы делаем дорогу, рельсы, автомобиль, условно говоря, да, вокзалы, станции посадочные, пересадочные, многоуровневые и дальше пошло-поехало. Тут же идет озеленение, тут же идет облагораживание, причем облагораживание тоже чем-то своим, чем-то уникальным, это вы знаете, да, это наш гомос, это у нас уже почвенный эликсир, уже он поступил в продажу в Беларуси, я не знаю, как дальше будет Эксперт, потому что пока что очень мелкое производство, да, но откроется большое производство и пойдет дальше в мир еще одна инновация, полезная и очень интересная. Вот. Дипломату стоит обязательно сказать, что у нас проходят вебинары, что на вебинарах членоправления выступают, да, что есть информация, которую они могут из более, от более высокопоставленных людей получить не только от нас, если вдруг у них, ну, не совсем такое доверие к нам. Вот. Если вы помните мультфильм, кто не очень молодой, кто знает еще советских мультфильмов, есть такой мультфильм «38 попугаев», вот, и там как раз типично четыре психотипа показаны очень-очень ярко. Командир – это попугай, который там командовал, рассказывал, как нужно, что делать. Обезьянка – это звезда, которая постоянно меняла местоположение, которая выскакивала то на забор, то на дерево, то на ветку, то наверх головой, то вниз головой. Почему? Потому что она все время держала публику, чтобы постоянно за ней наблюдали. Вот она вправо, все повернулись вправо, она влево, все повернулись слева. Это типичная звезда, центр внимания. Гуманист – это удав, который там размышлял, чтобы было все хорошо, да не переживайте, да мы сделаем. И слоник, который каких-то хотел фактов, где-то в чем-то он сомневался, нужно было что-то еще разъяснять. То есть какой у этих людей посыл, как они себя позиционируют, как они себя транслируют, вот это, наверное, будет правильно. Попугайчик – я знаю точно, как надо. Все, типичный командир. Обезьянка – я не знаю как, но я сейчас вам это объясню. Я сейчас вам это изображу, я сейчас вам, вот я сейчас придумаю, как это сделать, да. То есть попугай знает, а обезьянка будет искать варианты, как же это рассказать поинтереснее. Удав говорит – все в порядке с тобой, все хорошо, да. То есть он вот типичный гуманист, который транслирует себя к людям, что у тебя все хорошо. Если что-то не так, я тебе помогу. Вот. Ну и слоненок я предлагаю найти компромисс, да, чтобы всем было хорошо, чтобы все детали были учтены, чтобы желания каждого были учтены, чтобы опять-таки все мелочи совпали, и тогда будет все, всем будет хорошо. Это то же самое, что вот сойдется пазл. Какой внутренний посыл у них? То есть у командиров посыл надо, у звезд никакой критики, у гуманистов что подумают другие. То есть мои поступки, мои… Ну это основной посыл такой, да. Мои поступки, мои действия, мои слова, мои мысли, что подумают другие. Ну и у аналитиков только факты, только цифры, только доказательства. Итак, когда мы выстраиваем свою работу со своей командой, необходимо помнить, что командир и звезда направлены, нацелены на результат. А гуманист и дипломат для них важен процесс. Поэтому отсюда можно и планировать, и выстраивать свою работу. Итак, что изменится, если мы научимся определять стиль поведения людей или психотип? Для чего нам это надо? Все-таки мы можем на это обращать внимание, можем не обращать внимание. Но я как бы стою на том, что на это нужно обращать внимание для того, чтобы вы могли с ними общаться более продуктивно. Так что же изменится? Вот мы научились, что это нам даст. Первое. Мы сможем легче понимать супруга, соседа, работодателя, клиента, неважно. Ведь, кстати, тема дубликации, вот эти вот темы, основной побуждающий фактор, и вот эта постановка целей, те навыки коммуникации, они относятся ведь не только конкретно к нашей работе, как наставника, который там команду собирает. Это очень важно во взаимоотношениях вообще с людьми, с нашими окружающими. То есть насколько нам будет легче, если мы научимся взаимодействовать с этими людьми правильно. Проще и быстрее можно достигнуть успеха в переговорах, потому что мы знаем, на что мы будем делать акценты. Эффективнее можно привлечь покупателя или инвестора. Эффективнее, потому что мы в технологии будем четко понимать, что важно для этого человека, о чем с ним говорить и как с ним говорить. Также можно собрать результативную команду, и вырастает наша личная производительность. Не только команды, но и личная производительность возрастает. Во-первых, самое элементарное, мы научимся не тратить время впустую. Как мы уже говорили, что бывает так, что перед нами человек, который, мы говорили, что есть игрок, есть аутсайдер и есть наблюдатели. Так вот, мы будем понимать, когда мы научимся разговаривать с людьми, мы сможем определить, кто перед нами. Игрок, с которым мы можем говорить, рассказывать, предлагать, помогать. Либо это наблюдатель, который абсолютно все знает, ничего не делает, ничего не достигает, но вот нам он будет задавать вопросы, как правило, каверзные какие-то, провокационные. И все равно толку никакого не будет. Он будет нас изводить, мы будем ему что-то доказывать, а на самом деле мы потеряем только время. Поэтому, если мы научимся быстро определять, кто перед нами, что его интересует, что нет, какова вообще его цель разговора, потому что цель своего разговора мы знаем, а какова цель разговора этого человека, если мы научимся понимать, то мы просто скажем, желайте всего хорошего и всего, будь счастлив, да, и не трать мое время, не трать мои ресурсы и все остальное. И хочу сказать, что для достижения похожих целей разные люди используют разную мотивацию. То есть мотивация у всех своя, у всех своя мотивация. И мы, понимая эту мотивацию, можем как раз дать ему то, что ему нужно, когда мы четко понимаем, какой основной побуждающий фактор у этого человека. То есть мы как раз на прошлом вебинаре очень подробно об этом говорили, что основной побуждающий фактор – это та движущая сила, которая мотивирует и ведет нас, иногда подталкивает, иногда жестко заставляет действовать. То есть это та причина, тот фактор, который заставляет нас утром встать, не лежать, не нежиться, не уехать куда-то в отпуск, а вставать и работать, вставать и зарабатывать деньги. И они бывают разные. У всех эти побуждающие факторы разные. Они похожи, но они разные. У кого-то просто дополнительный доход. Кто-то хочет полную финансовую независимость, кто-то хочет собственный бизнес или побольше свободного времени. Кто-то хочет личностного роста, каких-то путешествий, новых знакомств, помогать другим людям. Кто-то хочет уйти с работы, на которой он там работает по 8-10 часов ежедневно. То есть ему хочется поменять, не знаю, время, которое он тратит на свою работу, распорядок дня, так скажем, ему хочется поменять. Кто-то хочет оставить наследство, кого-то заботит будущая планета. Так вот, все эти факторы, можно сказать, если у человека есть такое желание, их можно удовлетворить, наверное. Вот эти все желания можно исполнить. Эти все цели, этих целей можно добиться в нашем проекте, потому что мы как раз можем дать все это. То есть только зависит от того, как именно мы будем работать в проекте, как мы будем его поддерживать. Мы просто финансово поддержим и просто будем ждать, потому что мы хотим только наследства и понимаем, что мы вложили какие-то деньги в то, что технология принесет благо людям и планете. Или я хочу дополнительный доход сегодня и сейчас, и я поэтому включаюсь, я набираю команду. Поэтому каждый для себя решает, как он будет включаться, как он будет работать, какой побуждающий фактор у него есть, который заставляет его работать, принять наше предложение. Опять фраза общая. Покупают. Люди покупают по двум причинам. Люди что-то делают по двум причинам. Если им что-то очень нужно, то есть вот все, позарез, это жизненно необходимо. Мне нужно каждый день кормить детей, купить кусок хлеба, и ничего другого не остается, как вставать и делать, вставать и делать что-то. То есть это жизненно необходимо. Или когда они чего-то очень хотят, когда это мечта, я ставлю себе такую цель, у меня все хорошо, но я хочу на Эверест. И он будет делать все для того, чтобы заработать деньги на это путешествие, купить себе обмундирование, все, что нужно, научиться ходить в горы куда-то, лазать по скалам. То есть человек будет отдавать деньги, ходить на тренировки, потому что у него есть цель, то есть он очень этого хочет. То есть либо нам очень нужно, либо мы очень этого хотим. И поэтому вот наша задача, беседуя, приглашая людей, выяснить их настоящую потребность или желание. И тогда мы можем ему дать, мы можем ему рассказать, как в проекте он может удовлетворить свое желание или исполнить свою мечту. Поэтому вот эти маленькие нюансы, как разговаривать с людьми, как определить, кто перед нами, как выстраивать взаимоотношения с таким человеком, они очень полезны. И есть, так можно сказать, есть три шага, чтобы успешно договориться с собеседником. Первое – это определить свой стиль поведения. Еще очень важно, кто мы – командир, звезда, дипломат или гуманист. Определить стиль поведения другого человека. И потом применить эти навыки в общении. Вот эти. Для кого-то это новые навыки, для кого-то это совсем не новости. Может быть, просто освежили в голове, что, ой, да, действительно, ведь на это надо обращать внимание. Я же это знал и слышал. Для кого это новости, это будет полезно. Я буду только рада. И действительно очень рада, когда посещают, когда мне пишут, мне как-то у нас в чатах не происходит общение, мне люди пишут потом в личку, звонят, рассказывают, что вот мы слушали, было здорово, что очень полезно было. Ну, я очень рада. Действительно, очень приятно, что какая-то польза от этого есть. Поэтому я вам всем желаю успехов. Где-то в балтийском чате я поставила даже ролик. Вот сейчас я смотрю, что у меня ступенечка есть. Путь к успеху. Путь к успеху – это всегда ступеньки. Это всегда путь вверх. Оттуда можно падать, но если вы целенаправленно все-таки идете вверх, если вас ничего не ломает, у вас есть цель, и вы понимаете, я все равно этого добьюсь, то вы будете вставать и дальше идти. Поэтому я желаю, чтобы никакие трудности не ломали, а наоборот закаляли, и чтобы каждая трудность, которую вы преодолеете, это была еще одна ступенька, по которой вы поднимаетесь вверх к своему успеху. Если найдете в чатах, увидите ролик, как актер показал на вот такой вот лестнице, на таких ступеньках, путь к успеху, который прошли все известные успешные люди, и которые проходим мы сейчас, и проходят вообще люди, которые стремятся к успеху, идут, не ломаются, идут только вперед. Поэтому желаю, чтобы у всех все было хорошо, чтобы все были успешными, чтобы сбывались ваши мечты, ваши желания, и до новых встреч. Благодарю вас за вечер, за потраченное время. Прощаюсь с вами. До следующего.